Леонид Борисович Лазебник, профессор, президент научного общества гастроэнтерологов, значит, работает он в третьем медиапрофессором и много лет он возглавлял терапевтическую службу Москвы и геронтологическую службу России. Вот, сегодня доклад такой философский, современное представление общества патогенезосоматических заболеваний. Вот, я с вашего позволения выключаюсь, выхожу из эфира, а вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Павел Андреевич, я хочу сказать, что я искренне рад нашей встрече, я с огромным уважением отношусь к Московскому городскому научному обществу терапевтов, сам являюсь его членом, там где-то в какой-то, наверное, где-то состою на президиуме или в чем-то еще, с искренней личной симпатии отношусь к Павел Андреевичу Воробьеву, президенту общества и к тому, что он делает. Ну и традиционно так вот уже сложилось в течение многих лет, что в феврале я выступаю, открывая этим год астрономический и начинаешь с годами, с возрастом подводить определенные итоги. Павел Андреевич совершенно справедливо сказал, что это философское немножко выступление, но я хочу сказать вам, друзья мои, что был прав Билл Гейтс, когда он сказал, что прогресс состоит не в замене неверной теории на верную, а в замене одной неверной теории на другую неверную, но уточненную. И сейчас мы к этому подходим, потому что то же самое сейчас касается геликобактериоза, но это такой вот фрагмент того, о чем мы будем говорить. Итак, вспоминая недавний юбилей великого певца Земли Русской Льва Лещенко, мы дети галактики, да? Ну и в то же время мы дети твои, дорогая Земля. Ну вот то, что мы имеем, то, что мы имеем как биологическая часть природы, это и все хорошее, и все тяжелое, что мы оттуда получаем, но вот это все тяжелое, это то, что мы создали собственными ручками. Значит, теперь четко совершенно нам нужно представить, что такое здоровье. Да, об этом не принято широко упоминать, все об этом говорят, но все-таки существует положение ВОЗ, которое говорит, что это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. Значит, это все-таки более субъективное ощущение. Так, теперь определение болезни. Болезнь – это особый вид страдания, вызванный поражением организма, отдельных его систем, различными повреждающими факторами, с характеризующимися нарушением системы регуляции, адаптации со снижением трудоспособности. Это было сказано так, но мы имеем другую классификацию болезни. Вот мы имеем классификацию болезни МКБ-10, и сейчас и вот все объявлено, громко анонсировано, что будет МКБ-11. Но имеется и другая классификация функциональных состояний, которая определяет физико-социальный статус человека. Мы сами все прекрасно представляем, что, скажем, человек без одной верхней конечности вполне может быть эффективным интеллектуальным работником. И таких примеров можно проводить масса. Теперь в отношении возрастной нормы, поскольку Павел Андреевич упомянул, что я когда-то был федеральным гастроэнтерологом, то есть геронтологом, извините. Вот установление параметров возрастной нормы – одна из важнейших прикладных задач физиологии развития. Масса приводится примеров, масса моделей, масса шкал, но, вы знаете, человеку все-таки столько лет, насколько он тебя чувствует. В процессе решения этой задачи особое внимание на роль окружающей среды в развитии детей. Убедительно показано, что тяжелые социально-экономические ситуации крайне негативно сказываются на динамике возрастного развития детского населения и взрослого. Вспомним, посмотрим на нашу статистику последних лет. Напротив, благоприятное социально-экономическое положение общества способствует развитию процессов роста и развития. Это постулат не вызывает сомнений. Ну и теперь смотрите, на что я хотел обратить ваше внимание. Вот мы говорим там, что человек – часть природы. Да. Значит, хомо сапиенс – царь ли природы хомо сапиенс? Я думаю, что это не совсем так. Ну, то, что хомо сапиенс выжил и продолжает уничтожать все существующее вокруг себя, это все так, потому что исторически там несколько, там около 50 примерно тысяч лет назад на Земле существовало 6 подвидов хомо эректус, то есть прямоходящих людей, а остался один хомо сапиенс. И так постепенно все стало уничтожаться. Уничтожаться и макромир, и микромир для реализации потребностей человека как царя природы. Но являемся ли мы царями природы или что-то такое все-таки существует помимо нас? Ну вот давайте я обращу ваше внимание на состав нашей микробиоты, да, то есть микроорганизмов, которые живут у нас внутри. И вот показано, да, теперь микроорганизмы, я чуть попозже на этом остановлюсь, но скажу вам сразу, что мы перенаселены микроорганизмами. Они нас покрывают и снаружи, и изнутри, и они имеют свой четкий совершенно состав. Об этом я буду чуть позже говорить. Но вот смотрите, вот это вот микробиота пешки новорожденного, она становится все более и более разнообразной. Все более и более разнообразной. А в старости она уходит, она отцветает. И это связано с тем, что развиваются различные дистрофические изменения у человека, стареющего, постепенно приближающегося к своему историческому, к своему возрастному финалу. Теперь в отношении того, насколько мы являемся частью природы. Давайте возвращаться к нашим истокам. Ну вот Гиппократ, который считается отцом всей нашей медицины, гениальный совершенно наблюдатель и врач, гениальный наблюдатель, он четко совершенно сформулировал со своих постулаток несколько положений, которыми пользуемся мы сейчас. И они совершенно абсолютно окажутся правильными. Их еще, об этом еще говорил Мудров, и мы продолжаем им пользоваться. Значит, во-первых, ни у кого не вызывает сомнений, что мы представляем из себя то, что мы едим, и что смерть человека живет в его кишке. Гениально, две тысячи лет предвидел этот человек. Поскольку, поскольку Павел Андреевич говорил, что вот я много лет являюсь президентом Российского научно-медицинского общества гастреэнтерологов, то есть или научного общества гастреэнтерологов России, постепенно много работая, много читая, мы пришли к выводу, что мы должны все-таки создать какой-то логотип нашего общества, основанный на идеях, которые были заложены гениями биологии. И вот из всех этих гений для того, чтобы построить достаточно стройную концепцию, мы выбрали шесть человек, на идеи которых могли бы опираться. Их можно было бы расположить в любом количестве, то есть в любой проекции этого гексоэдра, ну начнем с Луи Пастера, потому что Луи Пастер это пастеризация пищи, это здоровое питание, кроме того, это изомеры, и об этом дальше я буду говорить, но Луи Пастер, человек, не имеющий медицинского образования, сделал гениальное открытие, на которое мало сейчас обращают внимания, так, не почему-то его, но он обратил внимание на то, что микроорганизмы ведут себя по-разному. И если один микроорганизм соло, то он ведет себя по-одному, это примерно то, что мы видим под микроскопом. А когда они объединяются вместе, я увидел это на примере дрожжей, они ведут себя совершенно по-другому. Их поведение, объединенных микроорганизмов, сейчас называется биосоциальным поведением. Это биопленка, которая обладает биосоциальным, подчеркиваю, биосоциальным поведением. Это поведение, коллективное поведение микроорганизмов, называется современным термином quorum sensing. То есть они достигают quorum, они достигают своих целей. Следующий Илья Ильич Мечников. Наш национальный гений, человек гений, вот двое гении. Вот гений это Илья Ильич Мечников. Девять направлений в современной медицине и здравоохранении принадлежат Илье Ильичу. Но, тем не менее, мы должны сказать только о том, что именно он говорил о том, что подтвердил постулат постулат Гиппократа о том, что микробиота, населяющая наш кишечник, является генератором нашего здоровья и генератором нашего заболевания. Он первым, как сказал Илья Ильич Мечников, я делал доклад об этом в свое время, 3 или 4 года назад в Бордо, о том, что атеросклероз – это болезнь кишки, болезнь микробиоты. Иностранцы широко открыли глаза, я говорю, ребята, друзья мои, книга-то первая его была издана здесь, во Франции. Дальше Рудольф Вирхов. Я помню, когда нас учили, сколько было критики в отношении Рудольфа Вирхова, который первым заявил о том, что организм – это государство клеток. Это первое его положение. Второе его положение – это всякое воспаление, всякая болезнь – это воспаление, и всякое воспаление – это предрак. Зигмунд Фрейд, тоже была масса критики, когда мы учились, и прямо на него нападали. Но Зигмунд Фрейд сформулировал точно совершенное положение о том, что многие эмоции, многие переживания, которые остались у нас внутри, они не исчезли никуда, они являются генератором нашей болезни. И когда он выдвинул три уровня, руководящие поведением человека – это оно, эго и суперэго, в современном представлении оно – это микробиота, эго – это я, а суперэго – это социальные условия, которые мы должны подчинять. И он говорил тогда о том, что все неврозы, все истерии, все психозы происходят от стыкновения этих трех моментов, которые определяют наше поведение. Гениальный второй Илья Ильич Нобелевский лауреат и Иван Петрович Павлов Нобелевский лауреат. Гениальное учение об условных рефлексах, не будем повторять, все его хорошо знают. И, наконец, Иван Михайлович Сеченов, низкий покой мой альба-матрес, я че Солдовскому университету, который одним из первых сказал, что кора определяет все. Кора определяет все. То есть эго. Итак, переходим к нашему пониманию здоровья. Итак, вот факторы, которые влияют на здоровье. Смотрите, все то, что влияет на нас сейчас. Значит, начнем. Полвозраст, наследственные факторы. Наследственные факторы, я сразу скажу, это то, что мы получили от дедушки с бабушкой, и то, что не получили наши родители от дедушки с бабушкой, а то, что приобрели, это эпигенетика. Эпигенетика. А эпигенетика тоже зарождается в кишке. Эпиг, значит, генетика и эпигенетика. И вот то, что родители что-то приобрели, не получив от своих, они передали деть, это эпигенетика. Итак, жилища, санитарогенические условия, пищевая промышленность, На этом подробнее. Образование известно, что образованные люди живут дольше. Рабочее место, безработица, депрессия, вода и санитария, служба здоровья, все остальное, ну и общий социально-экономический фактор. И здесь только не перечислили, конечно, влияние космоса на нас, что тоже совершенно четко сказывается на нашем здоровье. Итак, микробиом человека, который мы говорим, видите, какое громадное количество, значит 10-18, 100 умножить на 10-18 степени. Облако, которое нас окружает, мы не будем заблуждаться, если можно это экстраполировать, мы чувствуем, какой человек вошел, хороший в каком настроении. Это вид не только по мимике, но и по его микробиоте. Это облако микробиота, микроорганизмы, которые нас окружают, и при плотности воздуха, вон столько, сколько молекул. Вокруг каждого человека постоянно существует персональное микробное облако, привязанное к нему от метра до 50 метров вокруг каждого человека. А в микробиоме более 10 тысяч видов. Откуда это все взялось, друзья мои? Это же все взялось из природы. Человек непривичный. Я хотел поместить сюда сотворение мира. И кроме того, значит, в Иннете, сотворение мира, значит, Суваоф сотворяет человек. Помните картины Микеланджело на Сикстинской капелле? Так, сотворяет? Но он все это, это картина называется сотворение Адама. Адама? Ничего, сотворение Адама, не из жизни. Ну и вот, значит, теперь эти вот цифры некоторые встречают возражения, мне стали присылать работы, но дебоксом. Значит, чего точно посчитать? Значит, кто-то считает, что микробиоты весят от полутора до двух килограммов, кто-то говорит, что всего 200 грамм с сохранением функции, но функций хватает. Значит, вот те функции, то количество микробиотов, которые нас населяет, вот примерно 100 триллионов, да, 95% локализуется в желудочно-кишечном тракте. Значит, количество генов в значительной мере превышает количество генов человеческого тела, по площади два тенисных корта, по протяженности, значит, два с половиной раза опаяшет земной шар по периметру, да, вирусов в пять раз больше, чем бактерии. Мы бактерии всех еще не знаем, а вирусов в пять с половиной раз больше. Весит около двух килограммов, это не мой канадский слайд, да, ирландский слайд, бог с ним, пусть пока будет два с половиной, ну, будет две, не важно, количество остается те же самые. Но самое главное, что я хочу сказать, что она сугубо индивидуальна. Вот взаимоотношения сугубо индивидуальны для каждого человека, и мало того, соотношение зависит и от физиологического, и от психического статуса человека. Нормальные микробиоты, вот как она располагается в боксе, мы большей части все-таки она располагается в толстой кишке, но мы с вами четко совершенно должны представлять, что пищеварение начинается во рту, в желудке все перерабатывается, там, кстати говоря, живут различные микроорганизмы, да, их совсем, он ничего не может, нет ничего стерильного, друзья мои, амниотическая жидкость не стерильна, плацента не стерильна, кровь не стерильна, лимфа тоже не стерильна, нету стерильных жидкостей и стерильных тканей в человеческом организме, везде живут микроорганизмы, так, ну и вот основные, вот кожи, конъюнктивы, верхние дыхательные пути, гениталии, женские, мужские, за ушами очень много микробиотов. Значение, пищеварение, метаболизм, детоксикация, психоэмоциональное состояние, интеллект, значит, не даром мы с вами говорили о зигмунтефрении, так, классический пример, 95% серотонина, гормона удовольствия человека и гормона, руководящего во многих наших поведениях, синтезируется в кишке. Значит, вот морфогенетическое действие, защита от патогенов, качество жизни определяет микробиота, то, что существует ось, кишка мозг, кишка легкие, кишка печень, легкие печени и так далее, ну и продолжительность жизни, значит, зависит от состава микробиоты. Об этом говорил Илья Ильич Мечников. Здоровые микробиоты, то есть чем определяется? Характером, родоразрешением, грудным вскармливанием, потому что кисарята имеют совсем другую микробиоту. Качеством питания, недаром здесь изображены овощи, физическими упражнениями. Сам, вот сейчас говорю, буду не раз повторять, 10 тысяч шагов в день, заболеваниями. Обратите внимание, как этот вот рисуночек, он очень важен. Возрастом, это мы уже с вами видели, лекарствами, препаратами, которые мы глотаем в неимоверном количестве, и регионом проживания. У североевропейцев и у южной, у жителей северного полушария и Средиземного моря разные микробиоты. Недаром южи они не переносят молока. Теперь, что из себя представляют наши микробиоты, живущие в слизи, кстати говоря. Мы с вами покрыты слизью и снаружи, и снутри. И слизь это наш скафандр, наши вот защитные, защитные наши платы, которые нас защищают, нас защищают от природных воздействий. Микробиоты, которые живут в слизи, это микробно-тканевой комплекс, биопленка, или биофильм, как его называют. Микроколонии бактерий-метаболиты, живущие в слизи, но и они облазуют определенную строгу, потому что гликокаликс – это определенная строга, которая защищает нас, которая содержит. А на поверхности живут бактериопаги. Что такое бактериопаги? Это вирусы, которые питаются обломками, остатками, остатками бактерий. Значит, мукозные или пристеночные микробиоты осуществляют все то, что называется пищеварением, потому что все, что мы проглотили, переварили в желудке, и этот пищевой комок, кроме воды и этанола, в желудке ничего не всасывается. Все всасывание начинается в 12-перстной кишке. И вот там уже эта микробиота начинает все разлагать на компоненты, белки разлагаются на молекулы, и все это постепенно начинает всасываться и поступает, покажу каким путем. Ну и просветные микробиоты или комменциальные микробиоты находятся в просвете, она питается уже клетчаткой, остатками всех токсических веществ, остатками переваренных пищевых веществ и фермирует каловые массы, которые должны выводиться. Итак, поведение микроорганизмов внутри нас – это комменсал, это вот временно живущие, они живут в просвете, супрофиты – то, что мы с вами имеем, потому что они не только источниками питания, они обеспечивают наше питание, но и паразиты, которые в конце концов, они начинают паразитировать на нас, пожирая наши с вами ткани. Итак, кишечная микрофлора играет важную роль в защите организма от инфекции, осуществляя неспецифическую противовоспалительную защиту, симулируя развитие гуморального и клеточного иммунитета. Каким же образом она делает? А мы с вами говорили о том, что существует warm sensing. Вот те микроорганизмы единого фенотипа, единого типа, ну скажем, бифидобактерии или лактобактерии, они объединяются в такую биопленку, которую мы с вами видели. Эта биопленка занимает определенную территорию вкупе с другими, и вот это то, что нас выстилает изнутри, фактически представляет из себя политическую карту мира. Если мы себе представляем, развернуть кишку с населенными, населяющими ее колониями бактерий, представляющими биопленку, это политическая карта мира. Значит, мы с вами, ну вот скажем же, русские там с татарами вместе, с узбеками, но узбеки, там узбек в другом месте, узбеков побольше, там поменьше русских и так далее. Все это распределено по поверхности, и это называется эубиоз, когда это все находится в состоянии биологического равновесия. Но объединенные в группы микроорганизмы ведут себя как биосоциальное явление, это называется warm sensing. Это социальное поведение микроорганизмов. Сообщество организует идительную генетическую систему в виде плазмид. Это их контакты, они информируют друг друга с помощью плазмид. Кольцевых ДНК, несущих поведенческий код для членов биопленки, определяющих пищевые, энергетические, другие связи между собой и внешним миром. Реакция микроорганизмов на изменение условий среды в биопленке существенно отличается от реакции каждого отдельного вида монокультуры. Вот это отдельный вид, это классическая микробиология, а это клиническая микробиология. И специальные исследования показали, что в биопленке по-иному, по сравнению с чистыми культурами, происходят многочисленные физиологические процессы, в том числе продукции метаболитов, биологически активных веществ. Итак, warm sensing, я уже не буду на этом останавливаться более подробно, все бы выяснили. Вот это, значит, вот планктонная бактерия, а вот это warm sensing, они уже договорились между собой и образуют биофил. Warm sensing, поэтому мы с вами прекрасно знаем, мы же знаем классические эксперименты, когда наши великие правоццы, скажем, пытались себя заразить, глотая взвесь с холерными вибрионами. И кто-то заболевал, кто-то нет, а теперь мы заболевали те, у которых холерные вибрионы образовывались кворум sensing, а у того биопленка, а у кого они не образовывались, те оставались живы и не заболевали. Так, вот, стафилококковый хворум sensing, вот так показано, вот что может произойти при ингаляции стафилококка, и стафилококк может остаться в носу, если не образовалось это, а какие-то сложились условия, так, и тогда развилась болезнь. Так, ну вот, форум sensing бактерий между патогенами и непатогенами бактериями, значит, непатогенные бактерии начинают, мы говорили о защите, о том, что иммунный слой, бактериальный слой обладает защитой, они уничтожают патогенные бактерии. Так, ну и здесь вот видно, как это, как это все, вот, превентивное для лечения, да, ну, бог с ним, это все понятно. Да, трансмиссия передается от человека, вот о чем я хотела бы говорить, что мы с вами, у нас же облако, мы с вами постоянно обмениваемся, и когда мы находимся в непосредственном контакте с друг другом, когда помениваемся рукопожателем и объятиями, мы обмениваемся нашими микроорганизмами, и этот обмен зачастую приводит к тому, что мы обмениваемся и иммунорезистентными микроорганизмами. Итак, кишечные микробиоты регулируют экспрессию микрорибонуклеиновой кислоты, но микрорубийная кислота также, также моделирует нашу микробиоту, потому что она находится, вот эндоциты находятся в теснейшей связи. Это то, что называется микробно-тканевой комплекс, так его называет Владимир Борисович Гриневич из Санкт-Петербурга. Ну вот, а тут, значит, мы есть то, что мы едим, это представление, то, что мы, видите, даже тем же шрифтом написано то, что говорил Гиппократ. Бактериоиды, да, у каждого из нас преобладают те или иные микроорганизмы, у этого человека обладают бактериоиды, у этого прователлы, но личные предпочтения человека в еде определяются составом микрофлора, так? И мы обмениваемся с ними, да, вот эти предпочитают мясо, это западная диета, это восточные люди предпочитают растительную диету, но существует связь, о которой мы с вами говорили, я уже однажды упомянул, в соответствии с тем, что говорит Гиппократ, ось, мозг, кишка. Теперь давайте, что мы с вами все-таки едим. Вот ось, мозг, кишка, да, что же мы с вами направляем в нашу кишку? Большей частью сейчас мы направляем к ксенобиотике, потому что к ксенобиотике, современная пищевая промышленность, мне прочел однажды очень четко предъявление, представляет из себя не кухню, а химическую лабораторию. Чуждые для питания химических веществ продукты создаются ксенобиотиками, их около 300. Это я говорю к тому, что происходит, мы потребляем не то, к чему привыкла наша микробиота, она не привыкла к этим продуктам, происходит изменение состава микробиоты, там происходят мутации, которые приводят к тому, что развивается в результате хронического воспаления. Итак, специально добавляем продукты для улучшения внешнего вида, нитраты, определенные вкусы, разрыхлители, загустители, красители, консерванты, ароматизаторы. Кроме того, в растительную пищу из почвы попадают несенные удобрения. Металлы, редкоземельные цези, выделение машин, свинец из бензина попадают в яблоки, с мясом сельскохозяйственных животных добавляют гормоны и антибиотики. Так, вот то, что мы с вами, то, что мы с вами едим. Итак, сенобиотики – это чужеродные вещества. Что они могут вызывать? Токсические аллергические реакции, изменение наследственности, снижение иммунитета, специфические заболевания и любые неспецифические заболевания, нарушение обмена веществ, нарушение естественного хода природных процессов в экосистему. То, что мы едим. Вот, кто из вас сегодня или завтра пойдет в магазин, обратите внимание, что написано на тех продуктах, мелким шрифтом, обязательно возьмите очки или лупу, что там добавили? Пищевые добавки. И это официально, значит, они опасные, канцерогенные. И вот те, которые вызывают расстройство желудка, расстройство кишечника, опасные для детей, запрещенные подозрители. Все обо всем известно. Тем не менее, мы с вами не глядя на это, это берем и потом засовываем в себя. И вот группа добавок. Красители, красители, консерванты, 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 антиоксиданты, стабилизаторы, загустители, пенокрасители. Все это придает товарный вид пищевому продукту, где используются базированные в воде, лизинциды, цветное мороженое, да, консерванты, консервы любого вида, консервы, консервы, йогурты, кисломолочные антиоксиданты, продукты. Как и ну, почему продукт, значит, молочный продукт, срок хранения 10 дней. Нормально, да, молоко должно скиснуть к вечеру. Варенье, джема, сгущённое молоко, шоколадный сыр, варенье, джема, газированные напитки. Так, читаем этикетку, пожалуйста, я могу чуть задержать этот слайд, чтобы вы его сфотографировали. Пожалуйста, чуть держу. Это я к тому, что мы говорим о современных представлениях о причинах болезни человека. Так, если сфотографировали, успели, да, перехожу к следующему. Теперь во что превращаются ксенобиотики в организме человека? Они могут накапливаться, превращаться в аллергены, превращаться в мутагены. Они точно совершенно приводят к мутации наших микроорганизмов. Превращение в канцерогены и сверхканцерогены могут быть безвредными, расщепиться и вывести с неизменённого вида. Вот, пожалуйста, это вот такой вот по часовой стрелке. Теперь в отношении генномодифицированных продуктов. Друзья, вы понимаете, в том, что это наше будущее, я не могу не сказать о том, что я очень настороженно к этому отношусь. Может быть, это моё субъективное мнение, потому что мы не знаем и нет отдалённых результатов. Мы не знаем, как генномодифицированные продукты воспримутся нашей собственной микробиотой. Микробиоты не знаем. Впоследствии через много лет не знаем. И никто не знает. Ну и теперь, если мы представим себе такую картиношку, которую я взял у одного специалиста. Она вот совсем недавно где-то была опубликована. Так, где это? Да, нет? Ну, не помните. Так, так, здесь. Так, значит, вот кишечная микробиота. Так, микробиота – это наш человек, есть сосуд, лабораторный сосуд для работы микробиота, лабораторный сосуд. И если мы находимся в эубиозе, в комплекте этой системы, то она населяет всего наш, и рот, и желудок, и живот, и кожу, и гениталии, и кишку, и носовую полость, и лёгкие абсолютно очень валяющие пути. И всё это находится в состоянии комплекта этой системы, то есть экологического равновесия. А если мы, у нас происходит дисбиоз, да, дисбиоз, тогда начинается поражение всех осей. Вот, gut brain axis, осмойский шкаф, аутизм, болезнь Альцгеймера и so on, да, и депрессия, депрессия, вот, пожалуйста, психозы, дальше, инфломация, infection and cancer, любое воспаление, друзья мои, любое воспаление. Значит, современные концепции, вот сейчас, честно говоря, я уже со своими западными коллегами начинаю такие дистанционные переговоры, мы начинаем готовить новую концепцию о взгляде на так называемые функциональные заболевания. В основе любого функционального заболевания начинается всё дисфункции, так? И один из наших лозунгов нашего общества – от воспаления к дисфункции. И, говоря, переходя на язык Библии, мы можем сказать – сначала было воспаление. Так как бы сначала было слово, так вот, в нашем ремесле сначала было воспаление. И воспаление, ну, локально сначала в тканях, окружающих кишку, сначала внутри кишку, потом в тканях, окружающих кишку, окном, остановится система. Далее, одессия, ожирение, диабет – это воспаление. И дальше уже, дальше уже, смотрите, да, дисрегуляция иммунитета, астма, да, плохая кожа, плохие волосы, аллергия, артериальная гипертензия. Я вам покажу дальше причину артериальной гипертонии – это повреждение эпителиального кишечного барьера. Ну, и вот синдром раздражённой кишки, локальный – это болезнь трона, синдром раздражённой кишки, болезнь сердца и дырявая кишка, литий гад. Вот микробиота приводит к болезням всего. Дисбиозы приводят к болезням системы кровообращения, кишки, нейроэндокринным заболеваниям, болезням костей, почек и суставов и к поражению иммунитета. Итак, значит, вот смотрите, это здоровые микробиота, да, и вот профиль человечка здоровый, а вот это диабет и болезнь того, что человека с метаболическим синдромом, микробиота человека с метаболическим синдромом. И если здесь всё более-менее нормально, то здесь уже поражение эндотелия сосудистого и эпителия кожи, да, литий гад, дырявая кишка, колонизация патогенами, значит, уже биоплёнка патогенная, так, энергетические затраты, продукция токсических продуктов, расстройство циркуляции, метаболическая эндотоксимия. Профессор Конев первым начал заниматься эндотоксином. Эндотоксин – это липополисхокорид, образующийся на поверхности грамма отрицательных бактерий. Он первым в России показал, что в конце прошлого, в конце 90-х годов, нет, или в конце 80-х годов, он показал, что это, что причина, что липополисхокорид, атеросклероз является средством эндогенной эндотоксиномии. Поражение печени, алкогольная жировая болезнь печени с нарушением инсулисты, с инсулинорезистентностью. Ну и жировая ткань – это адипоциты, которые служат резервом, складом нашего воспаления. Вот мозг, вот ось мозг кишка, о которой четко совершенно говорят, что воспаление пироптозис, видите, видите, пироптозис, воспаление, которое зарождается в кишке, имеет непосредственный связь с головным мозгом, и оно влияет и на формирование синаптической передачи, на кальциевые сигналы, на дифференциацию микроглии, на поведение, на память, на обученный процесс, на настроение, на физическую активность и на пищевое поведение. Вот, и все это зарождается в микробиоте. Итак, все-таки надо чем-то воздействовать. Воздействовать надо, конечно, пробиотиками, потому что я не сказал, к сожалению, заранее, у меня нет конфликта интересов в этой презентации. Я выступаю со своим опытом, со своей точки зрения и называю никаких не коммерческих их наименований и никаких генерических наименований препаратов. Я говорю о группах препаратов или о группах пищевых добавок. Значит, пробиотики, применение пробиотиков. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые нам необходимы для того, чтобы мы регулировали постоянно состав своей микробиоты. Потому что, если они сами не проживают, не приживаются в пробиотике, то они, во всяком случае, несут на себе такую зарядную функцию. Они берут на себя часть метаболизма и они стимулируют развитие эндогенной биоподобной сферы. И применение, а это что? Это кисломолочные продукты. Так, значит, вот эта вот ось, мозг, кишка, на чем я говорю, значит, пищевое поведение, когнитивное поведение, стрессы, социальная активность, страхи. Да, а что это? Это все то, что поражает. А чем нужно противопоставлять? Диетой, да? Дальше. Генетика и эпигенетика. Рекарственные препараты воздействуют. Так, а теперь окружение и физические упражнения. Вот что корригирует вот негативные воздействия. Теперь доказанные совершенные заболевания, доказанный патогенетический связь кишечного дисбиоза с заболеваниями человека. Мы знаем уже депрессии и тревожные расстройства, астма, гипертония, заболевания периферических сосудов, воспалительные заболевания, раки, большей частью все раки связаны с дисбиозом. Заболевания желчных путей, нарушения метаболизма и метаболические расстройства. А чем теперь противостоять? Чем все-таки противостоять? И есть такое понятие. Значит, если там есть кворум-квенчинг, и вот патогенные микробиоты образуются кворум-квенчинг, нужно изменить ее поведение. Потому что, с моей точки зрения, когда мы современными лекарственными препаратами воздействуем, скажем, на лечение артериальной гипертонии или на лечение другого состояния, мы воздействуем на конечный этап процесса. Конечный этап, на его проявление. А мы должны воздействовать патогенетически, потому что мы должны скоррегировать состав микробиоты. И современным понятием является кворум-квенчинг, разрушение этого кворума, разрушение патогенных пленок. С тем, чтобы кворум-центри, чтобы наши биологические друзья заняли место этих патогенных кворумов. С тем, чтобы, скажем, бифида и лактобактерии заняли достойное для них место. С тем, чтобы восстановить наше биологическое равновесие. И вот показаны, значит, модуляции микробиоты. Модуляции микробиоты. Потому что происходит дистормус, расстройство микробиоты в результате взаимодействия. А кворум-кенчинг нужно воздействовать на вирус. То есть разрушить вот этот вот биологически неправильный кворум-центри, образовавшийся в результате воздействия измененных микроорганизмов, которые заставляют нас болеть, значит, должен быть кворум-квенчинг. Итак, к кворум-квенчинг можно отнести диету, диетические, наши диетические привычки, самое простое. И, конечно же, физические упражнения. Коррекция микробиота человека. Итак, медицина, коррекция микробиота внутренних органов, гигиена и санация микробиоты ауры вокруг человека. Так, все три воздействия, которые, все три момента, на которых мы можем воздействовать. Так, ну, вот мы все сейчас, значит, нам по приказу носим маски. Ну, плохо. Наверное, никто нам толком не сказал из вирусового. Так, а сколько времени нужно для того, чтобы вирус, попавший к нам на слизистую, размножился и чтобы образовалась колония? И что вирусная нагрузка была, была, Павел Андреевич, может быть, в дискуссии вы скажете, вы больше этим вопросом занимаетесь непосредственно. Сколько времени нужно, чтобы единично попавший вирус превратился в вирусную колонию, была вирусная нагрузка, произошло заражение? Ну, наверное, какое-то время. Значит, нужно его, можно его просто механически удалить. То есть, пришел домой с улицы, умылся, высморкался, прополоскал растворами рот и нос, так, промыл глаза, ну, принял душ, обувь отставил за порогом, ну, и, наверное, этот вирус чисто механически будет удален. Значит, тебе будет как-то меньше возможности заразиться. То есть, меньше возможности заболеть. Заразиться, да, но заболеть. Итак, вот, медицина, гигиена и санация. Итак, три принципа. Цель нашей биотерапии – это достижение эубиотической гармонии. Ну, вот это вот как осуществляется наше пищеварение, бог с ним. Общее слоносоединение пищеварительной трубки, то, что вот у нас в желудке вот так вот, я говорю, в желудке только переваривается, почти ничего не всасывается, кроме воды этанола. Это вот уже у нас там 12, это в тонкой кишке, главное, в тонкой кишке осуществляется пищеварение. Видите, вот эти ворсинки с эндоцитами, а вот к ним должны прилипнуть, прорасти в них микроорганизмы, которые осуществляют пищеварение, и уже переварив что-то, они уже передают в эндоцит то, что всасывается потом. Вот это строение средств ворсинки кишки, как оно анатомически сложно устроено. Это различные типы клеток, всасывающие энтероциты, бакаловидные клетки, потому что они секретируют слизь, эти секретируют эндогормоны, которые генерируют моторику кишки, но вот очень интересные клетки панета, они секретируют те вещества, которые регулируют взаимодействие между микроорганизмами, между кишечными микробиотами и эндоцитами кишечными. И также, я уже ссылался на Владимира Борисовича Гриневича, желудочно-кишечный тракт представляет собой один из самых важных интерфейсов организма, вот покрыто там, ну, мы уже с вами имеем четкое об этом представление. Кишечная слизь. Желеобразная слизь представляет собой первую линию врожденной защиты хозяина, одной из основных функций является защита эпитериальных поверхностей от механических нагрузок, воздействия пищевых соков, микроорганизмов, токсинов. Эта слизь нас защищает. Состав кишечной слизи, толщина, внутренний, плочно-прикрепленный слой слизи, стоящий мембраннообразных муцинов, прилипает к эпикальной стенке эпитериальных клеток, способствует образованию гликокалекса. Вот эта гликокалекса, есть скелет кишки полисахаридного матрица, покрывающая поверхность эпитериальных клеток. Вот то, что составляет такой, ну, скажем, эндоскелет кишки. Так как вот так осуществляется пищеварение, это вот то, что показал Мечников, фагоцитоз. Это гениальный Илья Ильич Артилов. Мечников, явление фагоцитоза, это его термин. Это его термин. Там интересная история. Он жил на Сицилии, и дали своей жене розы, уколол палец, и началось воспаление. Тогда он взял личинку морской звезды, уколол ее тем же шипом, которым уколол себе палец, он сделал маленький кусочек. Увидел, как эта клетка начала переваривать, поглощила и переварила этот кусочек, кончик шипа розы. Так, ну и вот пиноцитоз, это всасывание жидкой части. Итак, что происходит? А происходит, как всасывание происходит, либо через клетку, либо в межклеточных пространствах. И вот белки плотных контактов, это то, что весь мир сейчас изучает. Белки плотных контактов. То, что всасывает. Смотрите, как терплены. Недаром говорил, о, Господи, фамилия, вот так, что клетка, что организм, это государство клеток. Вот клетки между собой, или вот этот джинсовый такой шок, это белки, которые связывают плотные клетки между собой. Вот такой стрельчатый, стишками такими, или вот якорообразные стишки. Это не только скрепление клеток между собой. По этим белкам передается информация между, организм, государство клеток. Они им информируют друг другу о себе. И вот белки клоудина, акклюдины, и весь мир сейчас изучает, и слава богу, у нас в России начали изучать белок занулин, потому что это белок, регулирующий белки плотных контактов. Он регулирует это все, его можно определить и в калии, и определяют его в крови. Но что же, к чему же приводит к кишечным пронисанию? Значит, вот ликигат, дырявая кишка. Если мы имеем дело с дисбиозом, то следующим является дырявая кишка, потому что нарушаются связи. Что на них влияет? Стресс, токсины, пищевые нарушения, всякие лекарства, патогены, и состояние печени. Друзья мои, то же самое, что влияет на дисбиоз. Итак, поврежденные кишка. Так, трансферверное проникновение антигенов, нарушилось что-то, нарушился биоклеточный комплекс, или поступают, прямо через клетку поступают, или поступают в межклеточные пространства. Что мы видим? Мы нарушаем, видим нарушение гликокалекса, мы нарушается, изменяется состав от глюгина, зонулина, и липополис и хорида, о которых мы говорили, проникают в кровь. Самые токсичные вещества. Результатом является что? Малиабсорбция, нарушение метаболизма, нарушение всасывания, нарушение гематоэнцефалического барьера, и что-то там еще. То есть, вот нормальный код соединения, вот дырявая кишка, вот оно системное воспаление. Вот оно, друзья, сначала это кишка, и то, что мы называем, то, что мы называем функциональными расстройствами, функциональность, изжога, какие-то неприятные боли, повышенное газообразование, там какие-то несварения, что? Скажите мне, пожалуйста, кто не страдал каким-то пищеварительным расстройством в течение своей жизни? Но если эти токсические вещества начинают поступать в кровь, то они неизбежно через воротную вену всасываются в печень. Так, и что же происходит в печени? Липогенез, нарушается липогенез, воспаление из кишки переходит в печень через воротную вену и дальше я покажу скитативный стресс, инсулино-резистентность и дальше фиброгенез. Вот, начало не буду на это, вот проблемы с пищеварением, пять признаков дырявой кишки, проблемы с пищеварением, метаболические болезни, непереносимые пищеварения, кожные заболевания, депрессия и тревога. Вот это вот стресс, мы об этом уже с вами говорили, что вот эта связь, связь вот тучные клетки, воспалительный клеточный фильтрат, а дальше нервные системы. Значит, все наши депрессии, срывы, те наши невозможные устроиться, недовольства, наши ипохондрии, так, наша агрессивность, все это стоится в кишке. Вот одна из работ, корреляция между дисфункцией, слизистой эпидемиального барьера, воспалением состава микробиота и уровнем артериального давления. Уровень зонулина, регулятора протеиноплотного соединения, коррелирует с систолическим артериальным давлением. Работа, ну, какого года? До 18-го года. Три года, четыре года. Так, наши микробиоты, ферментируя, поддерживают нас здоровыми. Это вот иллюстрация к тому, что я говорил, что нарушенный микробиом приводит к нарушению в состоянии белков плотных контактов и начинает проникать различные биотип, токсические вещества, которые должны бы выброситься наружу, а они проникают в кровь. Итак, повышенным проникновением толкции кишки, образ жизни, факторы, способствующие разбитию ожирения скатоза печени. Все понятно теперь нам с вами. И вот тоже из работы, из работы того же Владимира Борисовича Гриневича, вот дырявая кишка, аутоиммунная ось, что целиакия, воспаленная кишка, акне, псориазы, метаболический синдром, депрессия, аутизм, остеопороз, остеофония, значит, переломы ребер, так, церебральные расстройства, почечные, да, кроникл, кедни, дизизис, хроническая болезнь, почечная, я, честно говоря, не очень понимаю этого термина, но мне было раньше понятнее, гломирование фритпил, хроническая болезнь почек, ну, я боюсь, что мы опускаемся все-таки до уровня, вот, не очень образованного практического врача, так, хронические болезни, болезни щитовидных, паращитовидных желез, болезни легких, значит, астма, астма и хроническая обструктивная болезнь легких, ну, и, наконец, неалкогольная жировая болезнь печени и цирроз, что приводит к нарушению генома, транскриптомы, метаболомы и праэтриномы, вот это то, что сейчас говорит о болезни кишки, и так, состояние, обусловленное наличием дырявой кишки, помните, состояние, которое было связано с дисбиозом, а теперь смотрите, вот это вот, эпицентр, наши, нашего, вот это солнышко, а это планеты солнечной системы, значит, солнышко и дырявая кишка, и так, болезни сердца, щитовидные железы, яичников, тестикул, поджелудочные железы, печени, мозга, костей, суставов, кожи, и вот все здесь перечислено, и онкология, обструктивная, и обстанная сна, значит, те же самые заболевания, и так, дисбиоз и дырявая кишка, это один из патогенетических моментов, общесоматических, псих или психосоматических заболеваний, надо защищать кишку, цитопротекторы, разные существуют, я уже говорю, я говорю о группах препаратов, никаких препаратов я не называю, все, что существует, цитопротекторы, они восстанавливают функцию структуры эпителия, и восстанавливают, восстанавливают муциновый слой слизистой, и так, пробиотики и цитопротекторы, но дальше мы переходим в следующее, потому что все, что сотворилось в нашей кишке, все через портальную вену поступает в печень, через портальную вену, и кроме того, поступает еще по лимфатическим путям, все, что сотворилось в печени, желчью переносится в нашу кишку, потому что желчь настолько сложная, биологически активная жидкость, что мы-то о ней наивно думаем, что она только приспособлена, чтобы что-то перепереваривать жиры, друзья мои, это же совсем не так, значит, возьмем того же самого Гиппократа, скажите, холерик – это кто? Холь – это желчь, холерик, меланхолик, да, ну, уже понятно, типы поведения людей, у которых, как на психи, на психосоциальное поведение воздействует каким-то желчным, Гиппократ понимал, а мы с вами от этого ушли, кроме того, кроме того, воздействие осуществляется вот этим вот, через, и через большой круг кровообращения, и так, вот состав слизи, которые нас, барьеры, которые нас защищают, это слизи, 10 барьеров, слизистый барьер, микробный барьер, гипотериальный барьер, иммунологический барьер, клеточный сосудистый барьер, это все функциональные, значит, все то, либо что-то обторгается, либо что-то переваривается и выбрасывается, либо что-то, все то всосалось, но выводится с кровью, моторика кишки заставляет токсические вещества выводить из организма, недаром профессор Шемеровский говорит, что стул обязательно должен быть один раз в день, но, и чтобы это все выводилось токсически, так, и вот, 7 барьеров, но в нашей печени существует еще 3 барьера, это клетки Купфера, это макрофаги, зверчатые клетки, это клетки, и есть ПИД-клетки, 3 типа клеток, вот кишечные, вот кишечные, сложнейший механизм, сложнейшее, сложнейшее, анатомо-физиологическое строение печени, печеночная только, вот это, конечно, часть портальной вены, это вот вены, которые приносят кровь, в которой кровь поступила из кишки, это часть печеночной вены, это печеночная артерия, это пространство ДИСЭ, это желчный проток, но должен вам сказать, что гепатоцит, у него 3 поверхности существуют, одной поверхности он работает с желчным протоком, другой поверхности он работает с кровотоком, а третьей поверхности он работает со своим соседом, и через каждую поверхность, через каждую стенку осуществляется свой тип метаболизма, Но ежели у нас существует дырявая кишка и все это попадает в печень, то сначала в печень попадают жиры, вызывая стеатоз печени, неалкогольную жировую болезнь печени. А дальше начинают попадать бактерии и токсины, которые приводят к развитию стеатогепатита. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, ежели у человека имеется какая-то соматическая патология, мы обращаем внимание на то, что у него имеется и сопутствующая какая-то гастроинфекциональная патология или была, и мы на это не обращаем никакого внимания. Потому что лечим гипертонию, мы не лечим ни дырявую кишку, не лечим ни жировую болезнь печени. Если мы лечим сахарный диабет, мы не лечим дырявую кишку. Друзья мои, ну это все же начинается там, все там начинается. Начало нужно дырявую кишку и восстановить функцию гипотоцита. Одновременно реставрировать, восстанавливая конечные результаты. Вот повышенная проницаемость слизистой оболочки, лимфатические пути. Не забывайте об этом, друзья мои, потому что лимфатическая система печени – это основа для того, чтобы начал образовываться фиброз. Основа. Значит, по лимфатическим путям здесь не нарисовано, по портальной вене, по большому кругу кровообращения поступают всякие вещества. И то, что не выводится из печени прямо. Обратите внимание, насколько анатомически сложно, сложны и нежны эти структуры желчеводящих путей. Ну вот функции непаринхоматозных клеток печени. Я говорю, клетки Купфера, клетки ИТа и ПИТ-клетки. Кажется, ПИТ-клетки активируют естественный киррис от вирусной инфекции. Эндотелиальные клетки. Барьер между кровью и гепатоцитами. Захватывают липопротеиды, глипопротеиды. Значит, вот. Депонирующие клетки. Жир сначала депонируется в клетках ИТа, не в гепатоцитах, в клетках ИТа. А клетки Купфера – это фагоцитоз микробов в клетках, втореющих эритроцитов, в клетках дендрита. Видите, насколько мощно придумано, задумано кем-то, не знаю, задумано так, чтобы был защищен гепатоцит, та клетка, которая формирует нашу жизнедеятельность. Итак, вот печеночные балки. Я говорил вам уже об этом. Вот контактные инкреторные и экскреторные. Это стенки. Стенки. Вот пит клетки, я уже говорил, вот это все. Вот желчный поток. Смотрите, друзья, как сложно и нежно устроены желчеводящие пути. Смотрите, правые и левые желчные протоки, тут спинтеры. Смотрите, а ведь желчь должна же, она же не прям, она же должна вот через этот острый угол затечь в желчный пузырь, и здесь депонируется, и ждать, пока поступит пища, поступит сигнал, раскроется, спинтер ОДИ даст сигнал, чтобы сократился желчный пузырь. И это же противоток. А это поток. Смотрите, как желчный пузырь. А это же спинтеры. А есть ли диссоциация в работе спинтеров? А есть ли какая-то врожденная патология, с которой мы столкнулись сплошь и рядом? Они что, не влияют на функцию? Они что, не способствуют развитию внутрепеченочного холестаза? Сплошь и рядом. А внутрепеченочный холестаз, даже небольшой, все равно приведет к фиброзу. Все равно приведет к развитию, к нарушению. Гепатоцит, переполненный желчью, не может так функционировать. Он все равно сломается и будет производить не так активное участие. В тех примерно 500 видах метаболизма, формирующего гомеостаз человека, как это проводило бы гепатоцит, не перегруженный желчек. Итак, холестаз, общая информация. Мы об этом уже с вами говорили. Всякий холестаз приводит к раздельческим компонентам. И еще один момент, на который почти никто не обращает внимания. Я вам уже говорил, друзья. Мы с вами нестерильны. Также нестерильны наши желчеводящие пути. Функции билярной микробиоты заключаются в том, там тоже желчеводящие, также покрыты слизью. Там также живет микробиота, которые несут те же самые функции, которые защищают желчеводящие пути от повредения кристаллами желчных кислот и всякими остальными токсическими веществами. Кроме того, она определяет вязкость желчи. Потому что более вязкая желчь становится способной к камнеобразованию. И еще один момент. Я вам говорил о лимфатической системе. При алкоголем стеатогепатите под токсическим воздействием липопротеида низкой плотности, который сломался, их слишком много, они производятся в достаточном количестве, но когда их слишком много, происходит перерождение выстилающих лимфатические капилляры эндоцитов, сосудистые эндоциты, что уменьшает объемы дренажа межклеточной жидкости, начинается лимфа. Видите, замкнутый круг. Больше липопротеидов низкой плотности, сломался обмен холестерина. Больше холестерина низкой плотности, липопротеидов низкой плотности. Это приводит к развитию лимфатического отека печени. А там, что же, понижено содержание лимфатического катгерина. Помните, это белок плотных контактов. В стадии неалкогольно-жировой болезни печени, вот стеатоз, стеатогепатит, стеатоз, стеатоз, фиброз, стеатогепатит, цирроз печени. Так, механизм возникновения фиброза печени. Я хотел бы сделать интересную картинку. Видите, гепатоциты – это ворсинчатая клетка, а когда развивается фиброз, она гладкая. Ворсинки тут уже не прилипает им ничего. И тут звездщитые клетки. Звездщитые клетки, стеатные клетки. А здесь они уже активированы. И разрастается соединительная ткань, а они превращаются в фиброз. Итак, повреждения клеток. Итак, что мы с вами видим, друзья мои? Вот это вот то, что мы видим каждый день. Это вот этот замкнутый круг. Генетические предрасположения. То есть мы говорили эпигенетика. Вот это вот поедание всяких кетчупов, кетчупы и соусы. Там все, там генетически модифицированные продукты. В кетчупах и соусах. Там патогены, экологический стресс, западные диеты, лекарства, антибиотики. В результате мы видим вот этих цветущих, радующихся людей метаболическим синдромом. Но мы с вами четко знаем, что у них есть. У каждого из них потенциально имеется рак. Кроме того, у них имеется хроническая болезнь кишки. У них системное воспаление, системные заболевания, ожирение, сахарный диабет, метаболические изменения. Причиной этого является ликий гад, дырявый кишка. Токсические поражения печени в частности происходят, ну и ацетальдегидом, это при алкогольных воздействиях. Значит, наш доктор приходит и он уже не выгорел профессионально после работы на ковиде. Так, он уже восстановился, он вышел из сердца и говорит, вам нужно худеть, вам нужно отказаться от вредных привычек, вам нужно 10 тысяч шагов в день и вам нужно правильное питание. Итак, пожалуйста, вот такая реклама. Танцуйте, друзья мои, и каждый день танцуйте. Может быть, и живот этот уберется. Итак, повреждения, воспаления фиброгенеза, ватных клетках, мы с вами об этом говорили. Клинические рекомендации, которые мы выпустили, то, что неалкогольная жировая болезнь печени – это пандемия 20 века. Да, ясно совершенно. Недаром говорят, что две пандемии перекрестились – неалкогольная жировая болезнь печени и пандемия КАИ-19. Сейчас говорят, не неалкогольная, метаболическая сырная болезнь печени. Это очень хорошо, только все-таки в МКБ-11 написано «неалкогольная». Так мы должны кодировать наши диагнозы по МКБ-10. Но понимание МКБ, понимание термина «метаболическая сырная болезнь печени» нам дает прекрасный инструмент для понимания больного. Потому что согласно концепции, консенсусу, который определяет термин «метаболическая сырная болезнь печени», во-первых, можно поставить этот диагноз достаточно просто, а во-вторых, выделены три фенотипа людей, которым нужно по-разному подходить. Это люди с избыточной массой тела, люди худые или с нормальной массой тела, и лица с сахарной диабетом 2-го типа. Вот это фенотипы, которых нужно лечить несколько по-разному, несмотря на то, что у всех у них имеется неалкогольная жировая болезнь печени. И вот классификация. Значит, в МКБ-11 все равно будет. Вот это в МКБ-11 у нас такого диагноза нет. Мы с вами ставим хронический гипоточитный уточненный жироговой дегенерации печени. В МКБ-11, ну вот, 19-й год, нам Минздрав сказал, что с 1 января будет уже у нас. Не знаю, уже, наверное, февраль. Не знаю, пока официально я не слышал. Но там уже ДБ-92.0, ДБ-92.1. Это вот неалкогольная жировая болезнь печени. Так как она распространена, смертность повышена, это мы все прекрасно знаем. Неалкогольная жировая болезнь печени сочетается обязательно, является коморбидной. Сейчас я вам покажу. А причиной чего является, потому что туда проникают липиды. Жировые клетки, они сначала проникают в клетки ИТА, потом клетки ИТА переполнены, они перестают уже работать. А жир продолжает поступать, и им уже защищается гипотоцит. И вот развивается жировой апоптос гипотоцита, уже когда клетка ИТА переполнена. Жировой апоптос гипотоцита, превращающийся в февроз, и начинаются все неприятности. Потому что риском развития неалкогольной жировой болезни печени является гипотоциллярная корсунова. Я не успел вставить один слайд, но результатом того, что результатов воздействия увеличивается, уменьшается, при неалкогольной жировой болезни печени уменьшается количество парнизеоидных рецепторов, которые стимулируют развитие так называемого выделения белка мира. Он называется, по-моему, МИР-194, а это белок является проонкогенным. И вот сама по себе не алкогольная жировая болезнь печени, в результате того, что уменьшается количество парнизеоидных рецепторов печени и в кишке соответствующим образом, она является триггерным механизмом для развития онкологического процесса определенных локализаций. Ну вот гипотоциллярная корсунова, рак толстой кишки и рак молочной железы у женщин, ну и вот связь неалкогольной жировой болезни печени и рак различных локализаций. Что нам теперь нужно сделать? Да, что нам нужно сделать? Нам с вами нужно сделать следующее. Ну, сахарный диабет нам нужно чем-то лечить. И вот смотрите, вот мы с вами говорили уже о том, что дисбиоз всякие такие заболевания показали, дырявая кишка всякие такие заболевания, а теперь неалкогольная жировая болезнь печени. Видите, те же самые заболевания, те же самые общесоматические заболевания, те же ишемический атеросклероз, синдром абструктивного апно, это вот отражение жира вот здесь, вот-вот, в заглоточной области, так? Потому что несколько топов отражения периферического жира существует при неалкогольной жировой болезни печени. Это абдоминальный жир, это жир заглоточного пространства и особая форма отражения жира в перикрадиальной сумке. Так, чем защитить печень? Значит, у нас три момента. Вот следующие моменты. Нам нужно с вами убрать жировую ткань, нам нужно с вами воздействовать на кишку, его залатывать, нам нужно ускорить обмен веществ, убрать жир питанием и физическими нагрузками, ускорить обмен веществ физическими нагрузками, воздействовать на кишечник цитопротекторы и, кроме того, нужны пробиотики, нормальное питание, убирать воспаление и пытаться остановить фиброз. Модификация образа жизни, мы с вами знаем, обесити – это тот слоган, под которым сейчас живет Всемирная гастроэнтерологическая организация. Одессити – грядущая, вот идущая, наступающая пандемия ожирения. Так? Нам нужно направить наше лечение на то, чтобы вывести жир из гепатоцита. Вывести жир из гепатоцита. Поэтому в наших клинических рекомендациях мы использовали такую. Во-первых, мы дали определение гемопатопротектора. Оно не очень, честно говоря, отличается от определения, которое давал покойный Михаил Машковский. Оно не очень, оно забыто, Машковское, но, честно говоря, я потом нашел. Я потом нашел, что у него примерно такое же определение. Ну, да бог себе, это не делает мне чести. Так? Ну вот клинические эффекты гемопатопротектора. Значит, их много, но они все обладают примерно одним эффектом, локальным на печени. Они все обладают антистеатозным, противовоспалительным, антиоксидантным, антифибротическим, антихолистатическим, регенературным. Так, обладают нежелательными эффектами. Но плеотропные, системные эффекты, у них различные. И поэтому, когда мы с вами назначаем гемопатопротекторы, мы должны внимательно посмотреть, ну, во-первых, наши клинические рекомендации, а во-вторых, инструкции по применению препарата. Не буду начнем с тем, что здесь перечислены МНН препаратов, но нужно, значит, скоррегировать фиброз. Фиброз перевести в стеатогепатит, стеатогепатит, стеатоз здоровой печени. А вот это вот согласно плеотропным эффектам в зависимости от того, какой фенотип больного. Не остановлюсь на этом слайде, посмотрите, пожалуйста. Так все это в клинических рекомендациях есть. Ну и, наконец, варианты полипрагмазии, потому что мы с вами калечим микробиотов, калечим кишку, и мы выращиваем, когда мы выращиваем резистентную микробиоту, в том числе и к тем же самым антигипертензивным препаратам. И вот варианты полипрагмазии, которые бывают разные. Я этим много занимался, есть отдельные работы. Значит, чаще всего это полифармакотерапия, избыточное назначение всяких лекарственных препаратов. Да, Павел Андреевич об этом хорошо, об этом хорошо и много тоже говорит в своем этом бюро. Он не сторонник назначения большого количества препаратов. Теперь то, что мы с вами обмениваемся, то, что с нами было с вами, возвращаемся к началу. То, что у нас с вами было раньше, потому что мы с вами копались в земле, и там получались здоровые микробиоты оттуда. Мы питались нормальными растениями, и мы, извините, оставляли нашу микробиоту в окружающей среде, и все это возвращалось к нам в здоровом виде. А вот индустриальный цикл мы получаем выращенный с помощью пестицидов и гидропоники сельскохозяйственной продукции. У нас с вами нарушается хранение, обработка урожая, и все это мы получаем. Прямых контактов с нашими пекалиями у нас нет, и с чужими тоже, потому что все сбрасывается в канализацию. Патогены, все это якобы исчезает, почвенный микробион с нами почти не контактирует, потому что все переводится. Итак, мы с вами, наши микробиоты, теперь искусны, потому что она создана нашим искусственным сельским хозяйством. Как выход? Выход назад в природе. Назад в природе. Здоровое питание, меньше мяса, больше органических веществ, свободные пестициды, богатые микробиотом, должно быть микробиотное разнообразие. Здоровые микробиоты, здоровое здоровье. То есть, здоровые микробиоты, хорошее здоровье. Ну, а вот, значит, много это западные диеты, много мяса, повреждает все это, вот, выращенные, все искусственно выращенные салаты, все это повреждает кишечные микробиоты, малое пребывание на природе, и возитесь на своих сельскохозяйственных участках. Итак, что можно? Что можно? Поменьше антибиотиков, все жизни, диета, гигиена, о которой мы с вами говорили, и все, вот, значит, вот это вот все соблюдать, и давайте не будем с вами выполнять. Экссисы с генетикой, микрогенетикой. Ну, что же они мне все время не дают, не дают жить? Господи, все прямо, я всем очень радужен. Итак, значит, генетика, да, друзья мои, генетика, это можно изменять. Значит, будь здоровым образом жизни можно изменить свою эпигенетику, не передавая патогенные гены, изменившиеся. Там они, там и, там, метиленовая группа на них садятся. Здоровым образом жизни можно изменить свою эпигенетику. Здоровым питанием, ну, нормальным количеством, адекватным количеством лекарственных препаратов И пребыванием, конечно, здорового образа жизни, пребыванием на природе. Итак, дисбиотические микробиоты – это западная диета, амины, полиамиды, сероводород, метилфенолы приводят к развитию болезни. Современные болезни – это дисбиоз, дырявая кишка и измененный гепатоцит, то, что называется неалкогольной жировой болезнью печени, то, что лежит в основе громадного количества психосохронических, психосоматических заболеваний. Ну, а вот здоровый микробиот определит нашу во многом здоровье. Спасибо за внимание. Восстанавливаем эбиозы состояния бактериального разнообразия правильными продуктами и физическими упражнениями, залатываем дырявую кишку цитопротекторами правильными продуктами, восстанавливаем многочисленные функции печени правильными продуктами, физическими нагрузками и целевыми гепатопротекторами. Как сказать, говорят, большая часть они растительные. Лечим проявление основного заболевания, минуемая коморбидность – это обязательно, а не противник. Ну и пользуемся клиническими рекомендациями, Павел Андреевич, нашими с вами, которые направлены на улучшение состояния здоровья. Всем большое спасибо. Спасибо, спасибо. Вот тут вот глубоковеренный Леонид Борисович, ой, у меня куда-то это самое. Я здесь попал. Не-не-не, у меня исчезло просто, скачало. Благодарим за очень интересную, познавательную, полезную лекцию. Вопрос, какие пробиотики предпочитаете вы? Какой режим пробиотиков после антибактериальной терапии? Вы все пытались избежать конкретно? Не, Павел Андреевич, я не буду, не буду называть ни одного торгового, наверное. Пожалуйста, нормальные естественные пробиотики живут в продовольственных магазинах. Пожалуйста, все кисломолочные продукты. Только смотрите, чтобы там было написано, что там живые микроорганизмы, живые бактерии. Ну, я не очень уверен в том, что все кисломолочные продукты у нас натуральные. Ну, да. Там еще с пальмовым маслом надо разбираться теперь, как выяснилось. Не только 10 дней хранения молока. А? Я уже показал насчет. А, нет, это я, извините, у меня столько лет. Я сегодня утром говорил насчет пальмового масла. Как раз вот там вот, как раз пальмитиновые продукты влияют на развитие, они подавляют экспрессию пронизиоидного рецептора. У меня сегодня была презентация. Они уже у меня, честно говоря, стали пункции. Исследовались ли микробиоты при постковидном синдроме в связи с частыми депрессивными состояниями? Да, этим много занимаются. Этим много занимаются. Я полагаю так, друзья мои. Значит, поскольку никаких корреляций между составом микробиоты и применяемыми пробиотиками нет, мы рекомендуем идти методом чисто таким про-про по ошибкам. Значит, можете любой качественный пробиотик купить в про или синбиотик, купить в аптеке. Там они продаются в достаточных количествах. Отечественные, кстати говоря, совсем неплохие. И дать назначать. На быстрый эффект рассчитывать не надо. Главное, чтобы там содержались бифиды, лактобактерии. Это вот могу сказать в общих сетах. План Леонидович уже говорил. Значит, лекция моя некоммерческая и никаких торговых наименований я не обогребил. То есть цитопротекторы предпочтительнее вы не будете называть? Нет. Ну, не знаю. Мне кажется, это не так важно. Ну, ладно. Рекомендую прочесть книжку «Системная токсимия, гомеостаз и общая патология» на сайте иммунотелт.ру. Иммунитет-то это иммунитет просто, господиру. Это что-то с вами связано или это что-то внешнее? Не знаю. Нет, это не ко мне. То есть, может быть, мне просто рекомендуют что-то прочесть? Ради бога, я... Видимо, да. Видимо, да. Так. Кто-то пишет, лучше уж дома изготавливать кисломолочку. Очень нравится сочетание пробиотиков и пробиотиков. Кальмар, корея с хорошим кое. Ну, не знаю. Дома опять еще вы изготавливаете кисломолочку. Если вы из натурального молока из-под коровы, это один разговор. Значит, Павел Иванович, могу сказать, что самые надежные продукты, содержащие в пробиотике, это квашеная капуста. Да, но только теперь квашеная капуста продается, сделанная с помощью уксуса. Чтобы мы не купили генно-модифицированные. Вот в чем дело. Нам целый день не попал генно-модифицированные продукты. То есть, это... Ну, ладно. В общем, с продуктами, на самом деле, я тут совершенно случайно по поводу всяких антивакцинальных дел. Попал на интервью к... Господи, как его президент... К Кеннеди. К Кеннеди, Роберт Кеннеди, младший, да? Вот. И он там как раз много говорил о том, что... Большие изменения в питании привели к совершенно фантастическому росту заболеваний, которых мы раньше не знали. Или не видели. Что сейчас увеличилось там сотни раз количество анафилактических реакций, отеков, квинки и так далее. Я это наблюдаю сейчас вокруг себя. Детей с отеком квинки... Я вообще не знал, что такое отек квинки, если честно. Я его никогда в жизни не видел. А сейчас детей с отеком квинки, ну, через одного. Причем... Павелич, ну, мы же вырастили патогенную микробиоту. И мы ее обмениваемся постоянно. Мы же вырастили... Ну, да, но мы вырастили на весь мир, получается. Да. Вот в чем ужас. Вот. И то, что мы... Вы сейчас говорили, я вот думал про себя. Что вот можно есть, в чем нет антибиотиков или гормонов? Яйца? Есть курица? Есть свинина? Ну, я видел, как колют свиней прямо в этом самом... В питомнике им прямо вкалывают огромное количество всяких гормонов, витаминов и всего прочего, чтобы они жили. То есть, вокруг нас... Причем, я хочу заметить. Вы все, наверное, помните историю с африканской чумой свиней, да? Да. Помните? Знаете, что это такое? Это борьба крупных производителей мяса свиного с фермерами. Фермерская свинина в России уничтожена полностью. Полностью. Потому что всем говорят, у вас чума, вы должны сжечь своих свиней. Не сожжете, мы, значит, придем сожжем. И сжигали. И люди кончали с собой, там, фермеры и так далее. Я много этих историй очень знаю. Но ничего нельзя было сделать, и сейчас свинина – это исключительно производство какого-нибудь мироторга или каких-то других крупных компаний, где все абсолютно искусственное. Я еще раз повторюсь, я был на свиноферме, современной свиноферме, и видел своими глазами, как этих бедных поросят с первого дня колят и кормят. Это ужасно. И я не знаю, куда от этого деваться. Никуда мы от этого не денемся. Ну, единственное, я согласен с вами, что надо уезжать из городов, жить на земле, и как-то хотя бы что-то с земли поднимать. Потому что иначе мы действительно становимся абсолютно подвержены всему этому окружающему нас миру. Причем рекомендуют, знаете, руками копаться в земле. Ну, да, 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 я об этом и говорю, что надо руками хоть как-то контактировать с микрофлорой. Потому что мы же, ну, живем вот в нашем человейнике, там же все с одинаковой микрофлорой, получается, через несколько дней. Все же пообменивались через стояки, и все. А дальше-то куда? Так, недавно Попова заявляла о введении евростандартов на воду, введении ряда антибиотиков. В воду? Боже мой, этого я не знал. Этого я не знал. Так, полезная лекция. Берем фермерский продукт, кто-то пишет. Ну, тоже нет гарантии, что фермерские продукты реально фермерские. Это, к сожалению... Ну, вот я еще раз, мой призыв... Леонид Борисович, насколько я понимаю, вы тоже не в городе живете уже давно, да? Ну, и большей частью уикенд вне города, так? Ну, это называется новой Москвой. Ну, боксинг, все-таки это вне города. А так, на работу-то ездить каждый день, значит, мы уже здесь тоже. Ну, я-то уехал 20 лет назад, и не скучаю. Павел Владимирович, только транспортные проблемы, и все. Оттуда дольше едут. Ну, понятно. Да, понятно. Так, переходим... Я связан с клиникой. Ну, вот у вас другая модель, а я-то вообще должен вести прием. Я говорю, что мне повезло на старости лет, я вернулся на округи своя. Я теперь работаю врачом первичного звена. Так? Ну, очень интересно, я могу сказать. Очень интересно. Входил с трудом, но очень интересно. Такое вижу, такое вижу, что... Когда был профессором, директором суда такого не видел. А сейчас вижу такое, что мало ли покажется. Ну, это да. Так, полезно паститься 4 раза в год без мясомолочных продуктов. Ну, тоже вариант, хотя я не очень понимаю. Вопрос же не в мясомолочных продуктах, а вопрос в том, какие это продукты. Что это ни мясо, ни молоко. Вот о чем разговор-то идет. Что мы сейчас просто создали цивилизацию, где нет естественных продуктов. В этом ужас. Переходим из эпохи болезни грязных рук в эпоху чистых рук. Да. Так, добро пожаловать в Бурятию, сельской местности множество. Ну, хорошо. У нас кто-то в Подмосковье все-таки еще пока, хотя... Так, теперь вот что я хотел еще сказать, чего я не увидел. Я не увидел связи с тромбозом. С тромботическим процессом. Ведь любое воспаление – это всегда активация свертывающей системы. Да, это всегда гиперкоагуляция. И то, что попадает... Да, Павелич, ну, я, честно говоря, сознательно не трогал. Я не считаю себя компетентным в этом. И просто я не трогаю в этом моменте. Ну, тут большой компетенции-то не надо. Просто надо помнить о том, что не может быть воспаления без тромбоза. Да, а тромбоз – это, извините, все инфаркты, все инсульты, тромбоэмболии. И вот тут был вопрос про ковид, постковидный синдром. Мы-то это все связываем не с воспалительными такими, прямую, впрямую с воспалительными реакциями, а с тромбовоскулитом с поражением центральной нервной системы. Как уж он там запускается, как поддерживается, мне трудно сказать. Но то, что это поражение нервной системы – это 100%. Вот сейчас у нас в Твери работает там бригада. 70% больных четко совершенно дают клинику повреждений центральной нервной системы. 70% больных с постковидом – это очень большая цифра. Вот. Поэтому я бы об этом тоже говорил. Вот. Теперь в отношении нервной системы. Значит, управление кишечника со стороны нервной системы. Мы тоже много об этом говорим, о том, что кишечник сам по себе нервная система. В нем же своя, автономная, независимая от ЦНС нервная система. И как уж она там повреждается при всяких дисбиозах, кто толком не знает. Никто этого не изучал. В лучшем случае мы говорим про центральную нервную систему, там, ну, понятно, ее влияние. А ведь местные влияния, они тоже колоссальные. Потому что перистальтика, она не регулируется из центра. Она явно местного регуляторного такого регуляторной функции. И это вообще страшно интересная тема. Отдельная, может быть, эта тема. Я с вами согласен. Можно бесконечно говорить. У меня тоже есть отдельные сообщения на эту тему. Так, ну, все же в одно не вместишь. И так я часто говорю. Вы же тронули общность патогенеза. Поэтому придется. Это все равно все надо обсуждать. Я еще раз говорю. Вот. Так, что тут еще? При постковидном синдроме имеет место эндотоксиновая толерантность. Базовый элемент низкоинтенсивного воспаления. Ну, я не знаю. Пожалуйста. Хотелось бы видеть какие-то доказательства этому всему. А так мы можем много действительно обсуждать. Можно ли употреблять детское питание, молоко в качестве пробиотиков? Леонид Борисович. Что ж, папа, извините, откройте. Можно ли употреблять детское молоко, питание в качестве пробиотиков? Ну, смотря как есть это детское молоко. В принципе, это молочные кухни были сейчас. Я не знаю. Так здоровые матери сдавали молоко. Видите ли, начинает формироваться микробиота наша с материнским молоком. Ведь бифидобактерии были открыты педиатром еще в институте Пастера. Он в женском молоке открыл бифидобактерии. И первая колонизация, то есть первая колонизация осуществляется, когда плод продвигается к родовым путям. А потом, когда он с молоком матери получает микробиоты с ее кожи, с кожей молочной железы и с молоком. И первая колонизация бифидобактериями происходит на второй-третий день после того, как ребенок получает молоко матери. Поэтому-то я и сказал, что кисарята – это совсем другие люди. Ну, на этот вопрос я ответил, что речь идет о том, чтобы взрослые пили молоко, кормящих женщин. Но я что-то не очень понял вопрос. Да, я тоже не очень понимаю. Если это продукты питания в магазине, то вряд ли они чем-то существенно прям так уж отличаются от взрослого молока. У меня еще один вопрос такой большой. Скажите, пожалуйста, вот вы представили 126 слайдов. Вы говорили тут больше полутора часов. А книга есть? Линдович, понимаете, в чем дело? Это уже вышло далеко за пределы... Это вопрос, вопрос, вопросов. Вопрос, вопросов. Павел Андреевич, знаете, я об этом думаю, честно говоря. Так? Но книга – это колоссальный труд. И для этого нужно вот бросить все, ну, на несколько месяцев. Полностью отвлечься от всего. Сесть и писать. Постоянно обновляясь. Потому что, поверьте мне, я весь каждый день очень много выступаю со всякими презентациями. Я презентации обновляю очень часто. Потому что постоянно поступают новые данные. И у меня каждый раз, когда садится за книгу, вот те же самые клинические рекомендации, которые я бы оказывал под контролем алкогольной, жировой болезни печени. Мы их делали два года, так? Вот они сейчас принимаются Минздравом. Но что касается меня, я бы сейчас взял бы и все переделал. Понимаете ведь, какая штука? Я понимаю, но проблема в том, что все-таки вебинары и даже статьи – это все-таки такие легковесные вещи. А книга – это, ну, просто вот то, что вы рассказываете, это совсем не легковесное. И это, как-то, мне кажется, должно быть зафиксировано в виде мощного такого труда. Тем более, еще раз повторюсь, у вас огромный материал. Просто даже переписать этот материал уже будет готовая книга. Вот, смотрите, я просто… Буду считать вашим напутствием. Спасибо. Ну, просто, смотри, очень много сейчас, очень мало пишут книг такого глобального какого-то характера, да, которые остаются. Ну, жалко это все, это же уходит. Ой, Павел Андреевич, вы знаете, что, вот, я вам сейчас поделюсь одной историей. Я всю жизнь собирал медицинскую литературу, всю жизнь, начиная со студенческих лет, так? Потом получилось так, что вся эта библиотека осталась у нашего внука, о котором мы поселили в нашей квартире, мы оттуда уехали. И сейчас я решил эту библиотеку перевести к себе. Я ее перевез, Павел Андреевич. И что я вам должен сказать? Все безумно устарело. Кроме нескольких классических веществ, ну, скажем, МАТОС, дифференциальная диагностика, ХЕГЛЕН, дифференциальная диагностика. Вот близкая мне клиника я оставил, а то, что касалось физиологии, патофизиологии, синдрома я оставил клинические. А все остальное я листаю, Господи, ну, все же новое, все новое, все новое. Ну, в любом случае, фиксация, вы же там начали с того, что новая неправильная теория должна приходить на смену старой неправильной. На смену, да. Значит, ее надо фиксировать, эту неправильную теорию, хотя бы так, да, потому что иначе не от чего отталкиваться, понимаете. У нас ведь, помните, как Высоцкий пел, оттолкнувшись ногой от Урала, да, повернули землю вспять? У нас был Урал, а если нет Урала, от чего оттолкнуться ногой? В этом важность, Леонид Порисович. Я напомню, что он нас лауреат премии за развитие школы терапевтической. А школа подразумевает, я имею в виду премию Дмитрия, школа подразумевает фундаментальные труды. Они все устаревают, все труды устаревают. Но, тем не менее, мы к ним все равно возвращаемся, мы все равно их смотрим, мы помним, что они были, и мы понимаем, что эти труды положили начало чему-то очень существенно новому. Ну, вот Вы правы, я же сослался на гениев наших вначале, да? Ну, вот, правильно. Они, кстати говоря, книги писали, все эти гении. Они же не просто статьи писали, они писали книги. Ну, я не знаю, я Вас уговариваю, но это реально просто... Попробуй, хорошо. Ну, в принципе, это Вы правы, конечно, попробуй. Ну, потом у Вас там Кунев есть под руками, тоже можно его приспособить. Я понимаю, что он ленивый человек, но он же очень много чего носит в себе. Ну, вы знаете, сейчас мы вот с ним буквально, ну, часа, наверное, за полчаса до нашей с Вами встречи с ним говорили. У нас же книжка есть «Старение». Мы хотели ее переиздать, и вот говорили. Классические вещи останутся, но новое понимание стали. Да Вы же сам, Вы же тоже геронтолог. Мы же с Вами еще, по-моему, остаемся в президенте какого-то общества геронтологического, да? Оно еще существует в природе? Ну, нет, общества не существует. Ну, да, ну, во всяком случае, мы с Вами близко занимались этим вопросом. Многие вещи надо пересматривать. А для этого нужны силы. Честно говоря, времени не хватает. Все ставятся на нехватку времени. Ну, Вы правы, Павел Андреевич, Вы правы. Согласен, принимаем. Видите, кто-то подтверждает, что книга – это было бы супер. Ну, конечно, потому что очень трудно такой объем материала изложить в статье. Это просто невозможно. Даже если это будет сборник статей, уже будет, наверное, такое движение, колоссальное движение вперед. Потому что я-то целиком и полностью поддерживаю идеи в том, что микробиота, изменение в кишечнике – это основа всех заболеваний. Тут вот двух мнений быть не может. Сейчас молодые, конечно, посмеиваются над этим. Мы помним же издевательство над дисбактериозом. Нет дисбактериоза во всем мире, нет дисбактериоза. Потом, правда, трансплантацию каловых масс начали делать с фантастическим успехом. А так дисбактериоза, конечно, нет. Ну, я помню, значит, один академик заявлял, он сейчас у нас тоже, один из главных специалистов, в свое время он заявлял, что термин дисбактериоз – это позор отечественной медицины. Ну, да, 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 из этой серии. Понимаете, а я, не знаю, лет 30 назад начал бронхиальную астму лечить лактулозой. Вы об этом говорили, потому что я вдруг обнаружил, что астматики в основном, они имеют запоры, уходят запоры. И происходит трансплантация, конечно, и все это по римпатическим путям попадает в легкие. Ну, Павел Анатольевич, знаете, когда разделили, всех нас взяли и разделили. Это кардиологи, это кассоэнтерологи, это гипотологи, это панкреатологи, это аритмологи. Значит, каждый лечит свой синдромчик, не представляя себе, что сам по себе синдром помимо целостного организма быть не может. Что все это связано теснейшим образом. Ну, собственно, эта лекция была посвящена тому, что... Мы включили по-другому, целостность организма. А сейчас, наверное, это не бывает. Да, ну, совершенно верно. Гештальт медицины есть такой термин, хотя он используется неправильно, мне кажется, Но, на самом деле, это основа основ, что все взаимосвязано в организме. И если что-то где-то вылезает, ищи, где на самом деле причина. Она, может быть, совсем не там, где вылезла. Да. Ну, хорошо. Я смотрю, что вопросов больше нет. Все благодарят за ваше выступление. Спасибо вам большое. Как всегда, это было страшно интересно. Очень полезно. Я надеюсь, что дальше мы все-таки получим какую-то обобщенную, обобщенное издание, в котором будет это все изложено. Спасибо. Спасибо. Спасибо.